всем хай мое имя узумаки наруто в принципе о себе я все рассказал сел наруто за парту которая была самой последней это был первый его день в академии когда все представлялись и рассказывали о целях своей жизни как начнешь первый день в академии так и проведешь все время в ней фыркнул курама что разве не о новом годе так говорят спросил я с недоумением что хотите знать о чем моя история да хер знает сам бы хотел знать с чего все началось да лежал я как-то в больничке ну чё сказать по хлеборезки свои получил вот поэтому то вижу книга около моей кровати было написано на ней было целебные травы и растения конохи слямзил я ее короче и через окно ушел кто-то может подумать чё двухтомник на больше тысячи страниц на себе понес делать нехер ну да а хотя почему бы и нет не знаю короче для врачей как-то не новость была что я постоянно сбегал из больницы через окно да и они как-то понимали что лучше так чем потом мне темные в переулке будут устраивать после моей выписки через парадную дверь почитал заинтересовался раньше-то на все было как-то срать умел только пару клонов делать да в сексе тяну превращаться а еще и с этим комком шерсти разговаривать ну и пожрать любил разумеется как без этого но денег не всегда хватало а сейчас денег жопой жуй пошел за деревню отыскал нужные травы принес получил бабки как-то само получалось находить да и курама помогал зачем он это делал да хер знает тоже жалко может ему было меня корень златоцветника и настойка полыни хочешь чтобы я тебе их принес просил с удивлением третий не я что на попрошайку что ли похож я хочу за деревню выйти и и сам их найти если только под присутствием моих людей старик не смеши меня будто им дело есть до меня во-первых это альтернативка так что меня они либо отпиздят либо просто уйдут и оставят во вторых даже если они будут следить за мной кого ты отправишь либо чунинов либо анбушников а что одни умирает от пинков что другие на словах саши грей а на деле фу убери эту штуку от моего лица я пришел не разрешение просить я предупредить пришел что могу исчезнуть на время ладно у меня же есть чар для отслеживания люблю читать все что по специальности разумеется а то остальное меня тошнит при любой жалко попытки попробовать тут написано техника для скрытия присутствия очушевать можно 15 печатей совсем вкурился кто-то каннабиноидами кажись пока я создавал пока я буду скрываться мне же голову отрубит но попробуй вдруг что выйдет прорычал курама ну хоть кто-то беспокоился обо мне слышишь хирузен шар для отслеживания у него блять давай раз два три 4 5 14 15 наконец-то я исчез в шиншине но благо всем было насрать где это я чу за нах ты просто ушел в подсознание ты ничего не напутал посмотри еще раз до пятую и шестую печать я перепутал но еще и одиннадцатую и десятую и еще парочку идиот хотя чего ожидать от пацана шести лет блин еще теперь делать хер знает но я возле тебя это уже не самое страшное что могло бы быть бля опять я в академию опоздаю же влетит мне снова после уроков ну так давай пробуй обратно выйти складе печати снова да пробую я ни черта не выходит тьфу ты я сел медитировать и пытаться сконцентрироваться так внезапно очутился на месте чуть подальше от изначального отправления в никуда это еще что за даты боя отлично обратно ты уже вернулся уже нормально а ну-ка еще раз нахер ты опять сюда пришел вдруг не получится вернуться получится кажется я понял в чем прикол конечно это не то что я хотел изначально но куда круче я могу сваливать к тебе прямо посреди боя звучит бредово никогда о таком даже не слышал типа пространственная временная техника что ли гонева это еще что за перед курама открылась клетка и местность начала прорисовываться чанки так сказать прогружались появились трава цветы деревья да ладно так просто видимо в моем подсознании я творю что хочу усмехнулся я да только вот даже если нет клетки печать все равно стоит а значит условно я все еще за решеткой да в принципе пох как-то зато теперь тут явно красивее а если теневые клоны появились два моих клона все что я тогда мог они также начали управлять моим сознанием и пытаться что-то создать ты что пытаешься материализовать предметы типа того только выходит почему-то материал из которого предмет делается то есть не сам предмет а природный компонент типа камень или песок я-то думал домик сделать но хер там плавал кажется а ты никуда не торопишься да блин точно вы двое оставайтесь тут и попробуйте что-нибудь окей прокричали мне я же сами по очереди бежал я в академию сломя голову но блин понятно же прошел где-то час как я сидел и жопой протирал мой искусственный газон в подсознании но каково было мое удивление когда я посмотрел на часы это что за еб твою мать прошло 15 минут я же из затыльник и руки сенсей проще выражайся наруто ты ведь мало еще но я удивлен что ты пришел самым первым мне очень приятно осознавать что ты думаешь о том что я тебе говорю нет проблем и руки сенсей я же обещал я больше не опоздаю я уселся на свою последнюю парту и начал размышлять обо всем особенно о том что произошло так малой что мы имеем сделать себастиану посреди поля боя раз обратно вернуться аля блудный сын причем в разные места поблизости 2 создавать что-то в подсознании 3 остановка времени в подсознании но это не точно что думаешь сам-то но будем теперь тратить время с пользой либо замораживать его с пользой усмехнулся я откровенно кладя огромный продлоговатый на всю учебу которая казалась полной скукой твои пиздеки тут шалаш умудрить сделать прикинь попробуй переместить не себя а что-то другое предметы там вещи ну-ка ё-моё конечно долго это все секунд десять но перемещается мой карандаш народа я же сказал чтобы все писали под диктовку простите сенсей я свой карандаш потерял ты держи на руку можешь не возвращать проговорила тихий голос мхината блин с ней же нужен слуховой аппарат наверное но я был рад что меня хоть кто-то решил выручить спасибо улыбнулся я своей широченной улыбкой красавчика в скобках нет следи за моими мыслями козявка время останавливается значит что значит жрачка не портится но хотя почти то же самое я хотел сказать что вещи не стареют процессы всякие могут остановиться там ну знаешь болезни и старение время в реальном мире как думаешь проверять надо давай вечером попробуем все вещи сюда перенести вот такие дела мой распорядок дня значительно изменился домой я больше не приходил теперь меня новый дом в реальном мире я вовсе не спал с 8 утра был в академии хотя бы пытался или делал вид что впитываю в себя большие информации на будущее а шиноби и прочему говнецу после академии я направлялся за деревню раньше меня за шкирку обратно анбушники водили но позже им дали приказ не трогать меня потому что когда я от них делал себастьяна то они ничего не могли поделать а я возвращался обратно а всяким чунином джунином как-то срать в принципе они только рады были бы если бы я не вернулся после моих злоключений на задницу вне деревни за материалами какими-нибудь или травами растениями из книженцы я возвращался в каноху под ночь перемещался к себе домой и спал несколько часов затем ночью занимался тренировками до утра либо чтением а после снова возвращался в академию с утра вот это была рутина в один день я увидел как на улице около одного магазинчика у какого-то старика резко ухудшилось состояние он упал и начал держаться за грудь сжимая ее руками люди начали толпиться возле него но как только подбежал я все будто ушли по своим делам в кавычках конечно же да что с вами дедуля бывает время от времени приступы боли я стал анализировать мол чё за нах сжимает рукой свою грудину левый держится за челюсть а дышка есть наверное сердцем проблемы где же она стал я перебирать свою мелкую сумку с травами таблетками и прочим мусором помнится я слямзил кое-что в кабинете медсестры чтобы потом проэкспериментировать а вот и она ну-ка дед открой крот я сунул сразу три штуки ему в рот и сказал чтобы он их как леденцы рассасывал легче но как как ты понял что именно они мне нужны нитраты смотрю на тебя и понимаю что сердцем проблема у тебя тромбы первое что я подумал нитраты они расширяют сосуды у места чуть дальнее тромба чтобы кровь могла спокойно пройти дальше ну если это в двух словах оксид азота там все дела пойдем я отвезу тебя в больницу спасибо дружок как твое имя наруто узмаки понятненько я косуки марубоши вечный генин конохи пока мы шли до больнички старикан поведал мне почему его все так называют как он не смог уберечь своих друзей и решил навсегда остаться генином врачи же нормально так охерели когда коски рассказал им что там намудрил я и как ему это объяснил эй наруто кун а ты не хочешь поработать у нас будешь помогать нашей медсестре я что ли да зафиг меня там половина народу терпеть не может ну мы это как-нибудь решим может маску наденешь или смену поставим удобную а ну я подумаю если что я приду к вам с ответом сам вот и договорились спасибо тебе за старика пожал мне руку ирионин чье имя я даже не спросил как оказалось у старика был типичный приступ синокардии ну что вы думали 50 лет уже генин жесть вернулся я в свой райский гадюшник и вижу картину лис спит себе спокойно а два дебилоида те что я сам молодцы конечно выстроили тут дом и создали побольше травки на поле с помощью чакры но ёптвою мать нахера вы дерево посадили тут же ничего россии не будет время на месте стоит проще само дерево готовое свистнуть из леса конохи и поставить здесь но не подумал я как-то даже курамом проснулся и зажал от такой ситуации курама мне нужна продуктивность не знаешь как можно подольше сохранять клонов допустим на неделю или чтобы не исчезали после ударов хотя бы парочку таких чтобы было но хрен знает у второго цикаги помнится была техника деления пополам но и силы также делилась на 50 процентов но это секрет деревне камня можно отправиться туда и выяснить его но для начала надо закончить с иллюзорными клонами с этим я и займусь пока что здесь шли дни и ну как шли они не шли потому что я был дома научился я в общем создавать клонов которые неосезаемы и не исчезают пока я сам их не развею в бою и в подседневке от них толку мало зато на разведку самое то теперь не придется самому что-то воровать сопрятных территориях мысля такая курама рассказывала контракта с животными с помощью крови призываешь там все дела ну я решил сделать куда проще нашел в архиве записи шаблоны таких вот контрактов и создал свой свиток много времени ушло а точнее целых ничего я все это делал у себя дома свиток был для призыва себя самого лол теперь также надкусывая губу я могу призывать свои же клонов из дома обратно телепортнуться домой призывать иллюзорных клонов если я их заготовил дома иллюзорные клоны могут призывать меня самого несмотря на то что они как бы находятся в моем измерении и не могут быть осязаемы в общем уже получилось что-то достаточно стоящее и мощное каждые несколько часов я создавал по два клона у себя дома которые могли спокойно оставаться в нем не боясь исчезнуть но у херли признаков опасности вообще здесь нет вот уже моя мини деревушка состояла из 20 жителей в лице меня меня и еще раз меня и мой верный дружок как некий но йоку каге лол следил за порядком слушай наруто заинтересовался коске пока мы ели лапшу чираку каковы твои цели в жизни но старик а чего-нибудь попроще можешь спросить какие могут быть цели у пацана 6 лет я как узнаю я тебе сообщу ну да и то верно зачем я спросил то думаю что на старости лет пора хоть кого-то обучить парочки трюков я хочу тебя отблагодарить поэтому решил научить тебя им чтобы ты мог постоять за себя и за своих товарищей но это уже можно зови в любое время даже во время академии да всего лишь полгода мне потребовалось постскриптум учитывая двоих клонов чтобы обучиться трем техникам все-таки мне было всего лишь шесть зато мой арсенал успел пополниться от нуля до целых трех техник техники непростые были теневые клоны сюрикенов водная стена и техника скрывающаяся крота до техники и водного дракона у меня пока еще кишка тонка так и сказал мне курама но он был доволен моей продуктивностью выходил раз в три дня смену в больничке помогал там врачам да медсестрам также приносил им некоторые ингредиенты за которые получал лавэ на руки либо меня учили чему-то из своего опыта так я научился допустим лечить некоторые болезни оказывать экстренную помощь в некоторых ситуациях причем не обязательно боевых благо схватывал я все на лету уже прозвали меня маленьким лекарем в маске ну вот приступе бронхиальной астмы нужно задействовать разрядку на бета-2 рецепторы бронхов а что если атаковать не на сами бронхи она главный очаг воспаления арахидонную кислоту фосфолипиды и фосфолипазо 2 читал я вслух сидя у себя дома под деревом которое недавно переместил сюда а ты не думал над тем что можешь перемещать сюда людей например заложников или врагов чтобы они не тут вырязаны обуви ходили не это уж спасибо но блять сделай тогда порог входа где обувь снимать надо вечно издеваешься над моими шикарными идеями ну-ну яра-яра не обижайся пушистик я уже думаю над тем что ты сказал мне страну ко мне так когда пойдем завтра выходной как раз самое время да и за себя ты постоять сможешь тогда давай я сначала закончу с лизорными клонами и призывами окончательно тогда и пойдем вот наступила пятница вечер после академии родители забирают своих детей а я что на качельках качаюсь ловлю тухлые взгляды всяких отбросов давно уже не грущу по таким пустякам эх иногда так хочется похвастаться своим отдельным миром как там спокойно и красиво но как-то не с кем да и опасно это какие-нибудь анбушники прознают и мне конец но как конец я-то свалить всегда успею однако в канохе жить уже не смогу точно но хотя что меня здесь держит хороший вопрос выдвинулись мы втроем в деревне камни я курама и мой дом решил я своему клону дать побольше чакры и оставить дома мало ли что а за барьер я не переживал все уже давно знают что я из деревни выхожу если вдруг клон исчезнуть задумает он призовет нового из моего дома путем контракта с откусыванием губы я не люблю эту процедуру так долго путешествовать мне еще не доводилось не то чтобы я уставал мне наоборот это нравилось в обед того же дня а именно субботы я встретил девочку которую избивали какие-то куски дерьма она была вся в бинтах а ее бедную закидывали камнями знакомое дело подошел я сзади к одному и на вопрос ты кто ответил укольчиком шею транквилизатор в милипиздрической дозе пусть пальчик пососет пока поспит часа четыре минимум другие обосрались и сразу же убежали но у херли подошел пацан со шприцом в руке в капюшоне и усыпил их товарища что нужно делать бросать его и естественно сваливать нахер отбросы спасибо то вы меня зовут наруто мне знакомы твои проблемы поэтому я решил помочь тебе в каком смысле я джинчурики к юбину йоку крама если слышала да я меня зовут из ариби снимала на себя бинты и перевоплощалась вот человека рыбу вот почему меня все избивают я не такая как все хотела поплавать тут не могу я потому что долго без воды ясненько а дома то у тебя есть ну конечно вон тот пруд чё блять серьезно что ли да курама что думаешь что что у самого башка есть на ключицах ты пойдешь со мной куда домой туда где всегда светло и ясно где время остановилось где тебя всегда будут рады да пожалуйста заберите меня с собой после этих слов ее затянуло в мою спираль она исчезла а я направился дальше где я курама объяснил в моем мире всю ситуацию теперь она могла жить моем собственном мире где от нее ничего не требовалось хотя я попросил у нее кое-что перенести немного воды в мой дом ну как немного ее старый дом то есть весь ее пруд я шел дальше когда натыкался на какие-либо препятствия по типу больших рек а перебраться как-то нужно было я призывалась ариби из дома и она переплывала их с легкостью держа меня на спине сильная ничего не скажешь спасибо это меньшее что я могу сделать для тебя сказала она после чего исчезла в спирали вот и первый друг ты так даже можешь создать собственную деревню усмехнулся лис деревню скрытую в наруто маки лол ну типа узу маки это спираль а наруто маки ну ты понял тогда я назначаю тебя первым как и деревне скрытой в наруто маки просмеялся я во весь голос идиот поржал от души лис в этой деревне скрытая в скалах пора выполнить парочку квестов так наруто хоть ты и в маске будь осторожен пускай вперед иллюзорных клонов или сам иди позади получал меня курама окей и не реклоны вперед я чувствую мощную чакру поблизости нужно проверить пройдя вперед наруто увидел как около простого маленького жилого дома один человек из чьей маски выходил парк вспахивал землю на своем участке один дом посреди поля старикан у тебя на голове протектор ты шиноби почему ты живешь так далеко от деревни много будешь знать состаришься что ты тут забыл грозно ответил мне хан кажется так его звали а ты особо негостеприимный смотрю я чего злой такой давно жена не давала щенок да как ты смеешь яра яра спокойнее прости кажется я понимаю почему ты так далеко живешь от деревни ты джин чурики мой друг почувствовал твою чакру еще заранее до прибытия к тебе ну типа того пятихвостый а ты видимо девятихвостый как узнал не твоя печаль я же все-таки шиноби так что тебя сюда привело еще и одного хотел пробраться в архивы и прочесть парочку инфы и насчет техники второго цучкаги хан рассмеялся на мою наглость да ты шутишь ты даже не генин а такой самоуверенный подумай дважды я смог свалить с конохи добраться сюда за несколько дней и отмудохать несколько шиноби пытавшись на меня напасть все еще сомневаешься во мне я этого не говорил так что ты хочешь от меня узнать точное местоположение не более я не могу послать ребенка в самое пекло моей глупой деревне сам понимаешь тогда заключим пари две минуты ударишь меня я возвращаюсь если не сможешь показываешь мне место со мной идти я тебя не прошу шутишь спросил с недоумением хан серьезно давай же если не боишься усмехался я назло чтобы заставить его принять пари ладно но не думаешь что я буду сдерживаться из-за того что ты мелкий поехали теневые клоны я создал два клона и начал уворачиваться от атак хана стихия кипения ого горячо даже мои иллюзорные клоны чувствуют жар вот это жестко насквозь гензицу не совсем это просто клоны техника теневого клонирования сюрикенов хан даже не уворачивался защитился своей броней которая даже не поцарапалась после этого фыркнул в мою сторону что уговора что я не буду нападать не было ты не скроешься звергающийся реактивный кулак как тоже насквозь а ты что думал я идиот раз не нападаю одним из троих то обязательно я буду оригинал не делаю поспешных выводов как оказалось хан начал нагревать поверхность земли от чего у меня подгорела задница а я сам скрывался используя технику скрывающегося крота от нетерпения горячей температуры я вырвался наружу и закричал ну хер ли горячо блин умно мощная нога извержение и быстро стиль воды водная стена остынь теневые клоны я схватил сам себя за ноги и откинул оригинала подальше от остальных ладно я проверил тебя неплохо ну я примерно так и понял ибо ты давно уже мог сжечь мой пердак спасибо вот тебе карта и вагакура отметина нужное тебе место я там ручкой пометил будь осторожен благодарю еще свидимся исчез я в спирали интересненько надеюсь он не умрет значит это был джинчурики кукол теперь понятно охереть он здоровый я чуть в штаны не наложил точно больше двухсот двадцати сантиметров думаю никогда не видел таких амбалов это да я тоже кстати мне вот что интересно как ты задумал пробраться туда незамеченным это же чужая деревня а ты ведешь себя так уверенно все в порядке я все продумал до мелочей перекусим и будет самое время спустя около 20 минут начались взрывы и шиноби камни быстро побежали на источники я осталась за стола со вкусняшками и пошел в обратную сторону откуда ты знал мой заказчик позже расскажу выдвигаемся я использовал ингалятор с веществом и начал распылять его в сторону охраны архива причем ветер направлялся в их сторону отлично барбитураты усиленные чакры долго проспят моя маска защитить меня идем черт слишком все хорошо что-то не так да не заводись просто я продумал все пока был дома я взял парочку свитков нужных мне и направился к выходу деревни но со стороны взрывов и разрушений курама сначала не понял зачем пробежав пару километров я вышел за границу на мое не удивление никто даже не заметил меня впереди было сражение двух ребят с грозным видом и шиноби и вы но если точнее их не было двое где-то 20 короче поняли вы наверное это куклы двое шиноби собирались напасть сзади на рачимару но я уже успел выпустить свой распылить и те заснули крепким сном техника прошипел змей от такого мальца не совсем это барбитураты усиленные они поспят пару часов ты кто такой спросил меня жирная кукла кукла вот тот кто сам кукла я пришел за деньгами пароль верный но ты ты же совсем еще малой как ты мог найти то что я заказал это невозможно проверь бросил я подсумок с нужным кукловоду содержимым все равно ты удивил меня держи свою долю мне нравятся люди которые делают то что от них требует и не заставляет меня ждать интересный ты паренек познание в гербологии физиологии фармакологии у тебя на уровне благодарю мне пора надев свою маску сказал я даже я заинтересован не хочешь ли ты пойти с нами вместе предложила рачимару не я не хочу спасибо за предложение у меня дела чао я еще спирали интересненько техника похоже на тоби я переместился немного подальше от них на всякий случай затем пошел обратно к тому здоровяку и охан опять ты ну как получилось естественно а ты снова сомневался я тут подумал ты ведь помог мне ты не хотел бы уйти со мной тебе ведь все равно никто не рад ты изгой как я куда в кануку что ли бред нет не в кануку в мое личное поселение где к тебе не будут относиться как к монстру где все будут принимать тебя таким какой то есть ну как все пока что там только два человека и мой лис курама усмахнулся я интересное предложение но как-то это подозрительно что ли да и переезд дело непростое нет проблем если ты согласишься тебе можно доверять так что я покажу тебе спустя некоторое время хана я переместил к себе как и его весь дом затем и себя самого от этого у меня из глаз и ушей начала течь кровь видимо слишком много чакры потерял пока что для меня слишком сильная техника гонева переносить целые дома бурчал я себе под нос еле дыша дурак береги себя провопила и сариби и начала помогать мне я проспал у себя дома еще несколько часов благое время не движется пока я нахожусь у себя курама познакомился лично с ханом тот был доволен и принял мое предложение а также заключил со мной кровный контракт и сказал что мол я могу вызывать его если тот будет свободен плюс хан легко может покидать и возвращаться в это место путем техники обратного призыва но я предупредил его что лучше делать это только когда я сам за деревней ибо барьер все-таки у нас есть и его легко обнаружит курама также подметил что пока ребята находятся у меня в измерении время течет дальше а как только я попадаю к себе домой время останавливается что было чем-то невероятным ясненько пора возвращаться в каноху да и в академию нужно скоро плюс на работу смена моя в понедельник они обещали мне дать запасы некоторых препаратов в общем дел по горло хорошо что мы быстро управились и вот в моем измерении уже пятеро жителей это действительно что-то с чем-то по дороге домой я снова переплывал реки с помощью и сариби ходить-то по воде я не умел да даже если бы и умел чушь полная переходить такое огромное расстояние а вдруг волны будут сколько раз меня пытались напасть разбойники но они были полные додики еще хуже чем чунины в нашем мире поэтому я даже не обращал на них внимание точнее мой иллюзорный клон они повозились попроходили насквозь меня затем обосрались и убежали вроде бы все логично из моего дома ушло уже два клона видимо даже с чакры курамы удерживать клонов более нескольких часов было невозможно но по крайней мере они успевали призывать в каноху новых хотя им было нереально скучно что я понимал после их развеивания но хер ли сидеть четырех стенах мирно комнате которая и так была относительно пуста а после перемещения всех вещей в новый дом так и тем более в канохе я всегда чувствовал себя одиноким что ли но теперь у меня есть парочка друзей которые болтают у меня в измерении с моими клонами которых я время от времени развеиваю чтобы получить дозу общения с ними эдакая легкая наркомания все же я не мог призывать их внутри канохи так как присутствие сразу же заметить сенсоры а уж учитывая то кто я такой вовсе даже чунины которые в нашем мире полной лохи будут во все оружие проходили мои деньки вечно та же рутина хотя бы теперь мне не так одиноко как раньше наруто ответь пожалуйста против какой стихии стихия молнии будет бесполезно блять все больше и больше поражаюсь какой-то лютой хернях который учит в академии боже мой курама вот сам подумай выходишь ты 12-летним ниндзя пиздюком генином после выпуска зная от академии только технику клонирования техника перевоплощения а потом идешь выполнять миссии на которых копыта откинуть можно легко а знание ладно теорию преподносит хорошо но с таким упорством у учеников идиотов естественно будут задавать такие тупые вопросы какая тот так ты ведь сам один из этих идиотов посмеялся кроме так я просто и себя не выдаю да и если все идиоты почему я должен быть тем кто должен отвечать для ветер ветер сенсей что за тупой вопрос ладно фыркнул и рука тогда если вопрос такой тупой иди решай целый тест у доски на аю crazy danilo ладно благо я только клоун все что нужно было я собрал пора возвращаться друзья хорошо хорошо выпрыгнула из озера и сариби и направилась ко мне знаете что для вас самое опасное если я умру возможно вы тоже погибнете пока находитесь моем измерении но возможно если вы останетесь днем то пока курама не переродится он с легкостью сможет вернуть вас обратно надо поглубже разуметь об этом сильно не переживай насчет этого до скорого наруто махнул мне рукой хан в коноху возвращаешься тип того а тебе то что спокойным тоном ответил я кукла воду да ничего хотел предложить тебе работемку будешь моим сокомандником на одно задание мы заплатим хорошо почему я а как же тот с лицом педофила он недавно покинул нас предал напарника пока у меня нет да и не нравятся мне люди заставляющие ждать либо задающие тупые вопросы намек ты понял вроде ты не из таких я таких предложений дважды не делаю ладно как говорится один раз не так что от меня требуется отвлечение внимание держи наденешь шляпу на миссии тебе же еще жить как-то нужно вдруг узнают и доложит тебе в деревню если найду информацию о редких ингредиентов для лекарств или ядов инфа пополам окей вперед вот такая у меня жизнь один я сижу в академии отвечая на вопросы по типу а что ты знаешь а то идицу блять еще двое сидят дома и строит какой-нибудь красивый сад с цветочками а я настоящий и думу доход статистов чтобы своровать ценные сведения для организации злодеев жизненно люблю молчаливых никто в уши дерьмо не заливает помнится первого напарника я убил за то что он постоянно задавал вопросы интересная история однако мы уже на месте как-нибудь другой раз расскажешь со ссоре сама здравствуйте со ссоре сама проходите проговорила охрана песка нормально так отступника встречает в деревне мою особое дентицу они работают на меня лишь пока я нахожусь рядом не осознавая этого круто ничего не скажешь воистину мощно ладно теневые клоны они пойдут отвлекать под собой чем-нибудь разрушительным а я пойду по деревне погуляю вот вы скажете пошел на миссию с убийцей нехорошо ведь но благодаря ней я встретил одного человека из-за которого у меня позже все все время симпата адреналовая криза включались блин давление повышалось там частота сокращений сердечных увеличивалась дыхание учащалось в общем конкретно такой ответный удар над почечников амена ее звали сирота пыталась помогать деревне всеми силами имела средние навыки в медицинских техниках работала в общем не покладая рук а в ответ получала гроши и крошки хлеба сука раздражает почему ты просто не уйдешь куда у меня нет родителей а собственная деревня не особо-то мне и благодарна надо мной вечно все издеваются из-за того что я сирота благо хотя бы до рукоприкладства не доходит а у меня еще как доходило однако теперь пиздюлей всем раздаю я гордо сказал я чтобы выпендриться а почему бы и нет моя судьба никак не лучше твоей поэтому тебя я понять могу я хочу тебе предложить тебе уйти со мной если тебя конечно ничто здесь не держит а куда именно и в чем мне выгода в мое место туда где с тобой будут относиться достойно где тебя будут окружать только добрые люди моя семья решайся я скоро ухожу это ведь ты устроил то нападение откуда сейчас все убегают я точно знаю это у тебя чакра такая мощная но во первых ничего я не устраивал я лишь обороняюсь а взрывы дело рук твоих товарищей в кавычках разумеется на эту миссию я был лишь приглашен одним из ваших отступников он собирает информацию на смерти он конечно пойти может но не я по крайней мере пока мне никто не угрожает твои жители мне ведь ничего плохого не сделали пока что покажи мне окей она исчезла спирали посиди здесь немного мне надо помочь временному союзнику пока я отвлекал шиноби песка мои друзья и клоны начали объяснять всю ситуацию амена сосори сан использовал свое любимое творение куклу третьего казакаги но скрытую за капюшоном из черного песка наверное чтобы не просекли хотя блин он же использует свои особые техники так и его просекут ладно неважно сам казакаги вышел на битву с ним красиво однако черный и золотой песок техники листа спящая его решил я подсобить ему погружая часть шиноби в гензицу наруто можешь взять немного моей чакры если нужна помощь услышал я в своем подсознании голос чё за нах ещё это как делай как он говорит это мои проделки я тут кое-что поизучал и начудил и научился короче парочки трюков стиль кипения извергающийся реактивный кулак вау это было круто спасибо да но чакра хватает на один-два раза больше помощи можешь от хана не ждать будь осторожен благодарю этот шиноби задыхается ему нужно помочь я стал перебирать свой потомок пока остальные пытались нанести хоть какой-то урон моим клоном вот он и про тропе абрамид дыши видимо стиль кипения очень мощный и спокойно может закупорить просвет бронхов если много его вдохнуть странное действие надо бы изучить потом механизм как не прискорбно казакаги заметил мои действия и немного смутился ну оно и понятно я бы тоже охерял если бы тот кто напал на меня почти убил позже спокойно подошел и начал меня лечить уходим малец мои куклы собрали все что нужно было сосори сожрал меня собрав свою жирную марионетку и скрылся под песок убегая под землей отлично вышло получил девушку медика и еще в награду один из ядов сосори сана собственного приготовления все по фэншую от него по крайней мере противоядия вообще нет так что нужно было быть аккуратнее и не разбить его а еще лавы от лидера организации благодарю сосори сан ценные награды почему бы тебе не попробовать работать с нами вступишь к нам позже станешь еще сильнее не баян я же не разбойник убийца какой-то да и планы по покорению мира меня не волнуют твое право до встречи до свидания да это именно то что говорят друг другу ноги не на с-классах я шел обратной дорогой в коноху заметьте уже во второй раз потому что в первый так и не дошел но уже с большим количеством друзей им ведь тоже нужно отдыхать от райской жизни лол амену как оказалось хотела меня попросить кое о чем ну ладно я согласен давай так ты учишь меня подлечивать раны я учу тебя своим знанием говорю со старикашкой насчет тебя а он согласится почему ты так уверен он же все-таки хакаги не смеши моей поверь я умею уговаривать если меня даже анбу в деревне удержать не могут к тому же он мне много чего должен так что я смогу решить твою проблему не переживай также я постараюсь чтобы ты работала вместо меня в лазарете если будет нужно пойдешь в академию решим я правда очень благодарен тебе наруто спасибо немного смущаясь она сказала мне в ответ я как-то тогда не придал этому особо значения пока мы шли в канохе останавливаясь раза четыре перекусить во всяких уличных забегаловках ну херли в моем мире никому есть не надо но все же возвращаясь назад рецепторы вкусовые работать то начинают так что тут их понять я могу да и сам обожраться не против если только позовете каков твой путь ниндзя наруто чего ты хочешь достигнуть спросил меня еще один раз коски когда был я у него дома на обеде да ничего я не хочу пусть только мои друзья будут безопасности но остальное мне плевать а как же воля огня которая должна быть унаследована тебе от отца какая воля вот ты вроде умнейший человек но иногда такую хрень несешь старик правда с чего я должен защищать эту деревню что она мне дала даже если мой отец был героем он-то еще сволочь разрешил защищать этих от брусов ради них я пожертвовал своей психикой своим детством своим здоровьем но отпиздили меня разок дальше пошли своим родным радоваться жизни а мне то что-то совсем легче от этого не стало люди ненавидят тех кто похож на монстров но сами люди не понимают что они есть монстры мои друзья не такие как все они такие же монстры как и я и к ним относились также так что впредь не начиная пожалуйста такие разговоры таких как ты единицы после этих слов я попрощался стариком коски и развеялся на вам наверное интересно что там насчет свитков с ивы ну как я понял мой способ склонами и чакры курамы куда эффективнее чем этот с разделением сил пополам так что тратить на него пару лет жизни для изучения с шансом что не факт что получится нахер надо а вот книга с секретами анатомии тела человека пригодилась очень кстати хотя если порыться в канухе то и там можно найти нечто похожее однако главная цель была встретиться с заказчиком да и хана я забрал так что все точно было не зря привет старик 3 стоял я уже в резиденции в наглую давно не виделись наруто ты что-то хотел покуривая трубку спрашивал хирузен но это точно в общем я хочу чтобы ты принял в кануху одну девочку она имеет навыки к медицинским техникам нашел ее за деревни сирота пусть ходит в академию со мной с работой я помогу фамилию можно отдать как у меня с жильем тоже проблем нет вроде все интересненько а мне то выгода какая усмехнулся старик ну ты и жук ей богу выгоды говоришь разрешил подшутить то шутки лучше выбирай я не прошу тебя отдать то что принадлежит мне по праву техники родителей их дом я не прошу заставлять людей относиться ко мне лучше не прошу нормальные условия для жизни я все делаю сам так что я многое могу потребовать от тебя но прошу самой малости ладно ладно наруто а откуда тебе известно родителях это уже не твоя печаль запомни я непростой ребенок если кто-то захочет ее обидеть утром он и его семья не проснуться если кто-то захочет завербовать ее например ваш любимый корень поверь я легко могу выпустить лиса и уничтожить деревню нахер да я помру но мне как-то особо разницы нет хотите меня поймать уйду из деревни захотите убить буду убивать в ответ причем скрытно без улик не забывайте слова и спасибо уф наруто ты слишком быстро растешь слишком минато что мне с ним делать все окей теперь ты амена узумаки завтра идешь со мной в академии ниндзя сейчас идем домой начнем тренировки обучишь сначала меня затем я тебя позже я поговорю с ирю нинами насчет моей замены тобой спасибо наруто теперь ты будто мой старший брат которого у меня никогда не было улыбаясь обняла меня амена после этого мы исчезли в спирали и провели время дома примерно эквивалентно это где-то двум дням с половиной в нашем мире теперь свои ссадины я могу и сам лечить что меня радовало благодаря ей медики приняли ее все же я ее рекомендовал а меня там как-никак за все время начали многие уважать даже те кто меня ненавидели амена это очень нравилось в академии я старался с ней меньше общаться чтобы хотя бы у нее были друзья но она хоть и была благодарна мне всегда садилась рядом мол не выпендривайся ты мне нужен бла-бла приятно что сказать тем временем мои друзья обустраивали мой дом действительно на рай похоже хан даже иногда выходить отказывался мол тут и так все шикарно ну не поспоришь амена явно в канохе нравилось больше ну за работу платят в академии успехи чего бы не радоваться для ребенка счастья много не надо а для тебя ты же сам ребенок как обычно поржал над мной курама да и мне норм сижу я как обычно в своем добром нет репертуаре по академии строчу херню всякую тетради по типу как связаны альфа рецепторы с жи белками организме мол с чего бы кальций блокирует тропоненция но закреплять там знания какие-то надо же а вокруг такая ну дятина благо одноклассники тупые на мои каракули внимание особо не обращают непонятно же ничего амена только всегда сидит слева от меня и интересуется позже задает вопросы кстати прихожу я теперь оригиналом мало ли что с ней случится то надирать жопу я уже пойду собственно ручно и чё со мной за одной партой приятно сидеть спрашиваю я с остальным выражением лица вот из-за меня девчонки которые с тобой поболтать хотят подойти не могут а у парней приступы огненные диареи я вызываю не пасе главное что ты рядом получил я короткий четкий ответ ну раз такая пьянка то окей идет значит мой клон в сторону заброшенного полигона мимо какого-то кабака смотрит в пустоту врезается в тетку здоровую грудь явно сто шесть сантиметров в диаметре ты куда блять прешь глаза разуй подумали вы наверное сказала она но нет это был я старуха близорукая ты чё сказал молокосос мал еще чтобы мне так угрожать молоко на губах не высохла ты не может быть ты же та самая ну что узнал меня легендарная да да бурчала она под игрек девяносто один точка девять по нкб икс легендарная тупица вот засранец но получай ее кулак прошел сквозь меня а ты не так прост смотрю я это уже интересненько ладно хорош шутки шутить раз уж я тебя встретил у меня для тебя есть хорошее предложение в картишки сыграть хочешь или кости на бабки да херню не неси давай я не за этим давай заключим сделку я даю тебе редчайший вид яда от которого нет противоядия а ты учишь меня техникам скальпеля твоей знаменитой которая режет сухожилия и сбрасывает работу нервной системы до заводских и откуда у такой козявки такие вещички запомни я тебе не козявка я легко могу прийти к тебе пока ты будешь бухая и убить так бесшумно что о тебе неделями никто не вспомнит я не шучу а я достался в награду от самого сосори красных песков хочешь проверить действие на себе доставая ингалятор произнес я с полной уверенностью очень интересненько как твое имя узумаки наруто да да демон и бла бла выражение лица цунады тут же поменялось ладно малыш я согласна только дай мне пару дней в себя прийти ее увидимся позже я пафосно исчез в спирали чтобы рассказать друзьям крутую новость и развеяться для оригинала мое настроение в академии резко поднялось что-то случилось тип того отличненько самое главное сказал никурама не зазнавайся тебе только семь лет а ты уже знаешь многое никогда не думаю что то лучше всех стремись большему но держись за своих друзей а будешь много выпендриваться то корень явно что-то прочухает про тебя кицуны нога куры как тебе переводить тему говорил ему я наруто узумаки шокомару нара давайте на дружеский парень живо прокричал и рука зная какие мы лентяи отлично действуем по плану быстрее отвяжемся проговорил шокомару начинайте я побежал на шокомару с кулаками а он схватил меня своей теме и я пробурчал что-то типа как обычно сдаюсь склали мы в руки в знак унисона а надо мной как обычно стали все ржать мол за три секунды еще никто не проигрывал я пошел и улегся около дерева ты что мазохист нравится когда над тобой издеваются не отрывая глаз от облаков спросил ленивец да она срать мне честно я давно привык что люди никогда не видят истины твое дело ладно я посплю вот и амена победила в спарринге и на временно выключив из строя ее правую ногу нормально так она уселась около меня с моими друзьями всегда было хорошо тепло что ли не нужно было ничего говорить и находясь рядом будто и так все друг друга прекрасно понимали через чувство когда она сидела рядом на моем покерфейс и всегда появлялась хоть какая-то искаженная улыбка что она всегда подмечала а я сам честно говоря не замечал через пару дней на полигоне все же соната соизволила прийти когда я тренировался вместе с подругой наконец-то прошло уже три дня а не два вы же легендарная что тупица ну вообще-то я хотел сказать цунады сама лучше нинди медики санин а ну тогда ладно но уговора учить вас двоих у меня не было она ждала пока я отойду от рофла в ее сторону так я и не прошу тебя с одышкой сказал я я сам могу научить амена ты главное меня научи и разжуй все так чтобы я понял протянул я и пробирку ладненько так шли тренировки лишь одной техники на протяжении шести дней каждый день после академии для меня может это было и много но цунады говорила что это отличный результат ну хрен знает через неделю мы находились за деревней и я вышел на спарринг с ханом после непродолжительной битвы я вылез из-под земли и ударил его скальпелем из чакры по ноге он тут же упал это еще что за нахер киндер сюрприз попробуй двинуть правой ногой что за двигается моя левая рука ну как круто да недавно выучил теперь тебе нужно сконцентрироваться и восстановить свою соматическую нервную систему удачи смеялся я блин ладно через минут десять хан все же пришел в норму да не парься я бы все равно смог бы тебя вылечить просто я подумал что тебе не помешает такая тренировка идемте нужно найти список некоторых трав для больницы заплатят нормально сказала нам амена собирать травы было действительно тяжело но у меня почему-то был к этому талант учитывая то что и не мог хоть в вечность находиться у себя дома без потери времени своему таланту я мог учить и других крайне мере на словах но получалось неплохо внезапно нам всем стало холодно и сариби почувствовала чью-то необычную чакру у нее были в этом обилки так все уходите я разберусь нет я тоже остаюсь крикнула амена вдруг их несколько я тебя не заставлял хан ты уходи возможно они пришли именно за тобой понял хан забрал и сариби и использовал обратно призыв появились странные зеркала в некоторых отражался человек в маске ты ищу что за хер что тебе надо спросил я после чего на нас начали лететь цинбоны на высокой скорости амена окутала свое тело водой поэтому на нее атаки были бессмысленны связи с чем все начало лететь в меня а принимал я их один за другим но после начал пропускать чакру курамы по телу хоть и мог это делать частично но этого было достаточно чтобы не получать урон на мне такая херня не сработает я прыгнул на отражение в зеркале отчего парни в маске начал перемещаться в другое но мы не могли уловить этот момент слишком быстро и был падла я создал несколько клонов и начал следить за каждым зеркалом попутно создавая водные стены чтобы защищаться амена кинула домовую шашку дав мне сигнал и я спрятался с помощью техники сокрытия крота под землю попутно утащив за собой амена один теми его клон крикнул стиль кипения подогрев задниц отчего зеркала начали растворяться мои клоны призвали два иллюзорных клонов и развеялись а теперь поговорим что тебе от нас нужно до вас ни один человек не приходил сюда за целебными травмами никто не знал об этом месте что означает что вы охотитесь на меня ответил со спокойным голосом парень в маске техника листа мерцающая ива враг постепенно начал засыпать через пять минут он уже очнулся а теперь говори подробнее что что-то сделал с моим телом пытаясь двигать рукой а поворачивается голова не беспокойся это не навсегда отвечай на вопросы я простой наемник я решил что вы хотите напасть на меня и сдать награду в этой местности вовсе никогда не бывает простолюдинов мы простые люди друзья ходим сами по себе мы искали целебные травы как и ты но трогать тебя никто не собирался ясно тогда мои искренние извинения какой-то ты лапочка для наемника посмеялась амина я искал травы чтобы залечить ссадины своего учителя если мы снова сюда придем перед тем как напасть хотя бы поздоровайся что ли улыбнулся я залечивая повреждение синапсов может быть в будущем еще увидимся я наруто а это амина бывай я хаку прощайте чтобы ты был таким добрым редко такое увидишь просто он не смотрел на меня как на кусок дерьма если человек меня уважает будь то враг я буду относиться аналогично спокойно ответил я с улыбкой на лице понятненько тебе идет ну типа быть добрым это еще что дыхание учащается на пару вдохов в минуту сердечный ритм тоже такого я еще не испытывал странное чувство да не проходили долго особенно для нас четверых пока я дома время не идет мне стало намного легче теперь у меня нет такого чувства будто я хочу кого-то убить оно вовсе пропало со стороны детей нападки прекратились теперь всегда рядом амена она то сильная меня в обиду точно не даст если кто постарше подойдет то раздаю люлей уже я а из взрослых и вовсе идиотов не осталось после того как я до полусмерти избил двух чунинов которые месяц потом пролежали в больнице раньше если только курама врывался то я мог кого-то убить а так ну вы поняли я конечно использовал иллюзорных клонов но один хрен это же чунины сами понимаете самый слабый класс во вселенной но люди все равно чему-то удивляются лол курама говорил мне чтобы я жил так же как обычный ребенок по крайней мере ближайшие пару лет хотя бы ну я время от времени брал миссии у сосори сана он был рад когда я приходил но это было раза три награды тоже впечатляли насчет стиля кипения пока мои друзья находятся рядом с курамой я могу позволить им брать контроль над моим телом но это длится максимум 2 минуты однако если за эти пару минут я умру то и тот кто управлял моим телом тоже погибнет опасно причем не только для меня с этим нужно было быть аккуратнее зато выглядит эффектно какой-то пиздюк использует стиль кипения улучшенный геном или например дышит под водой около двух минут звучит же мощно проговорил хан все же стоит ли это того вдруг мы не справимся а из-за нас ты погибнешь это ведь слишком опасно сказала и сариби я согласен с ханом в общем эти пару лет я в основном страдал херню в академии и читал старался впитывать в себя еще больше информации делился ею с друзьями больше в принципе ничего и не нужно пополнил коллекцию ядов и летучих смеси разок даже застал в кабаке легендарную тупицу бухнули разок а на соке а я морковный сок коски сан постоянно был на миссии несмотря на свою стенокардию ну а чё когда на миссии ранга c и не хватает одного человека в команду все берут его сразу же даже за него очереди выстраиваются пара дней миссии опытный генин с 50 летним стажем навыки шеф-повар какого-нибудь ресторана аля вкусняшки из помоев интересные рассказы все его любили а так ничего особо интересного хотя было кое-что в один из деньков я и амена были в запретном лесу около двух дней так сказать подтянуть навыки выживания так вот на второй день я вышел из самодельной палатки из-за взрывов всяких то что я увидел конечно знатно так меня в ступор привело анбушник пытается убежать отбу другим ханбу которые пытались его взорвать ну мы решили проверить в чем дело я сказал чтобы амена надела маску и мы последовали за ними эй придурки хватит вредить природе что вы тут забыли а ты не мал чтобы так разговаривать с нами узумаки наруто в последнее время ты совсем страх потерял ну отвечай на вопрос не твоя печаль его нужно устранить это не обсуждается амена сидела в кустах и скрыла свое присутствие на случай если меня ранят она смогла бы меня вылечить а почему я не переживал за себя логично все меня либо сильно покалечат и отпустят либо отправят к данзе или к хирузену третьего не дано оружие деревни как бы его не ненавидели убивать запрещено законом значит вы двое из корня а этот выполняет приказы хакаги быстро соображаешь лучше уходи и мы сделаем вид что не видели тебя а иначе что убить то вы меня все равно права не имеете стиль воды водный дракон неплохо но опросив нас твоей техники бесполезной пока додики уворачивались от дракона которому меня наконец то обучил коски вернее у меня наконец то появились силы его обуздать я подменил себя иллюзорным клоном но эти двое не так просты они быстро заметили подлянку и сразу же переместились к оригиналу ударив в живот однако как говорится сосите это был теневый клон я прекрасно понимал что одному мне не справиться поэтому начал концентрироваться и накапливать чакру предварительно распылив вокруг себя смесь сенотворных сам же я укололся противоядием черт опасно проговорил один из анбушников стиль ветра прорыв мои летучие смеси начали выветриваться но я уже почти закончил и склал нужной печати техника призыва а это еще что такое что-то не припомню этой техники появился мой клон который был с тремя хвостами красными глазами и выглядел на лет пять старше меня самого под управлением курамы особый клон я смог извлечь выгоду из свитка второго цучкаги и научился парочке фокусов что обосрались проговорил злобным голосом курама после чего взял одного из анбу на себя толстого физической силе да и во всем остальном курама явно превосходил меня но у него лишь есть пять минут ладно придется разбираться со вторым сель ветра воздушные пули сель воды водная стена я побежал к реке анбу подумал что я пытаюсь убежать все таки я еще даже не генин в принципе она права только цель у меня была немного другая я прыгнул в воду и начал погружаться на глубину я создал теневого клона после чего Исариби взяла надо мной контроль и начала дышать под водой анбушник начал бросать кунаи подпитывая их стихии ветра чтобы они добрались до меня под водой но Исариби уже успела отплыть достаточно далеко хан взяла контроль над теневым клоном и выпрыгнул из воды на которой уже стоял тот самый анбушник стиль кипения подогрев задниц направил он технику прямо на воду используя весь свой запас чакры который мог мне дать за один раз отчего анбушник зажарился в кипятке ноги его точно были как минимум с ожогами четвертой степени на заметку из четырех возможных тело было более или менее однако болевой шок он точно получил клон развеялся Исариби успела выйти на берег а я потерял почти всю чакру которую мне дали и упал на землю Амена тут же подбежала и начала оказывать первую помощь в это время Курама оторвал ногу толстому анбушнику и потащил его к нам что будем с ним делать спросил я из последних сил у нас есть два варианта спокойно начал Курама первый мы их отпускаем и они нажалуются своему старому пердуну после у нас будут неприятности второй мы убьем их а позже их будут искать но уже подозрений на нас никаких не будет как вы поняли бросил он два куная в горло каждому анбушнику я выбрал второй я и Амена не стали спорить с ним так как Курама был среди нас самый старший и с многолетним опытом в любой ситуации он был прав даже если это убийство ах простите что добавил вам столько хлопот ой а я уже забыл про вас испугавшись обернулась Амена все в порядке я могу рассказать вам свои мотивы недавно я вступил в корень чтобы выполнять миссии на данзо но его методы меня не устраивали и я решил вернуться к третьему и они решили сделать тебе прощальный подарок усмехнулся я ну типа того снимаю маску кота продолжу рассказ анбушник мое имя хатакия какаши до этого их было шестеро у меня небольшой запас чакры так что с этими двумя были проблемы четверых я прикончил у меня был последний козырь но раз вы вмешались я решил восстановить чакру и позже присоединиться я вам искренне благодарен что я могу сделать для вас ты можешь сделать лишь одно одолжение не говори третьему о том что мы тебя подсобили меньше знает крепче спать будет спокойным тоном ответил я на что двое мои друзей кивнули хорошо даю слово еще увидимся наруто хатаке исчез в шуншине значит он был учеником моего отца надо будет с ним перетереть позже идемте домой сказал курама и использовал обратный призыв наруто бака почему ты такой безрассудный крикнула наконец-то амена видимо сдерживаясь все это время а я получил знатную пощечину ауч прости пробурчал я а через секунду уже был в ее объятиях и на моем плече появилось мокрое пятно от ее слез после мы также исчезли в спирали вот уже мне одиннадцать лет эмм ну как одиннадцать если считать время что я проводил дома мне уже было где-то пятнадцать амена была чуть старше меня короче это сложно хана спросите ему наверное лет под сорок хрен знает я даже не спрашивал знаю только что день рождения у него десятого мая а сам он двести двадцать восемь сантиметров представляете да и вообще не важно сколько ему лет главное он принимает меня как друга через год уже выпуск из академии но мне как-то насрать хожу собираю травку получаю бабки гуляю с друзьями тренируюсь что еще надо е-мое в один из обычных деньков мы с амена собирались сдать типичный сбор лекарственных средств чтобы получить деньги от больницы как одним ухом я услышал что мальчик лежащий в коме со значительными переломами пытался покончить жизнь самоубийством как я понял кома была под номером три это означало полную утрату сознания выключение всех рефлексов грубые вегетативные расстройства это еще ладно свалился он с многоэтажки на чистый бетон вот это реально пиздец тогда я решил поговорить с одним врачом чуть ли не главной шишкой в этой больнице его звали метате был одним из умнейших врачей своего поколения хороший парень один из немногих кто знал о моих так скажем злоключениях он отвел нас в ординаторскую чтобы перетереть без лишних ушей в общем такие дела ребята цветы джуфуку их так просто раздобыть нельзя многие шиноби даже боятся за ними отправляться но и это не самое тяжелое есть лишь два места где их можно найти граница страны огня и страна рек деревня скрытая в долине причем по нашим сведениям на границе страны огня все цветы уже были собраны а новые не были пока обнаружены я думаю что смогу помочь вам я так и думал наруто ведь ты единственный кому такое по силу но помни эти цветы необычные при срыве парочки таких из земли появляется особая так скажем техника которая создает врага в виде твоего страха хотя усмехался метате тебе и чего-то боятся у меня будет к вам одна просьба насчет меня не переживайте а вот амена потребуется выписка или справка о непосещении академии некоторое время не знаю придумайте что-нибудь мол работать будет утро до вечера или еще что а за деревню мы и так без проблем выберемся хорошо сделаю все что в моих силах я же ваш должник как никак не парься кстати то что вы заказывали я протянул ему мешочек с совсем необходимым и вышел из здания намечается что-то интересное цветы джо фуку читал о них он ведь знал что даже объяснять ему ничего не придется цветок семицветник напоминает радугу имеет пыльцеобразное вещество которое обладает мощным эффектом гензюцу говорила мне амена думаю проблем не возникнет собираемся после выхода из канохи я призвал двух друзей вчетвером мы отправились в сторону рек дорога спокойная так как амена была неплохим сенсором а при первых признаках опасности или усталости сокоманников я перемещался с ними домой отчего мы практически не теряли времени благо мне требовалось около пяти секунд чтобы перемещаться между измерениями через некоторое время на нас все же умудрились напасть какие-то ниндзя неизвестные нам деревни причем сильные падлы никто из нас не заметил их появления я создал несколько теневых клонов не может быть аисариби своего водного монстрика амена предупреждала о том кто и где мог прятаться сама же окутала себя водной стихией чтобы не получать повреждения от кунаев или сюрикенов хан же раздавал люлей просто так с вертушки с ноги с руки но стоит признать эти додики не то что держались на ранах у них даже преимущество какое-никакое было один из них выстрелил разряда молнии в исариби отчего та упала на землю и потеряла сознание блять стиль кипения хан зарядил по этому шиноби ударной волной пары отчего тот за секунду распарился так что у него начали веки из глаз выпадать хватит с ними возиться стиль ветра вакуумная бомба я притянул двоих в свою ветряную воронку где не было кислорода и те задохнулись от гипоксимии хан сломал пару костей оставшимся двум шиноби хан вы двое отправляетесь домой курама вас подлатает понял мои извинения я не усмотрел все в порядке сказал исариби мы с амена отправились дальше спустя десять минут бега мы наткнулись снова на этих же шиноби без протектора однако они уже сражались с каким-то парнишкой который сражался своим позвоночником это был словно танец он раскидывал всех одного за другим с такой легкостью внезапно парень упал на колени и стал откашливаться кровью причем нехилым количеством стиль воды водные клешни я тем временем создал кона который отпрыгнул от меня с усилением ветра и на всей скорости ударил в живот противника вроде готово вы кто ну не враги точно наверное усмехнулся я что с тобой спросила амена указывая на кровь я тяжело болен неизлечимым болезнью откашливаясь отвечал парень мое имя кимимара я ваш должник я ищу цветы джо фуку для своего младшего брата ну-ка дай посмотреть с чего ты взял что она неизлечима сейчас проверим не шевелись хм тыщикардия непродуктивный кашель крови мало расширенные права отдела сердца набухшие вены плотная печень кто тебе сказал что болезнь неизлечима мой повелитель чем же я болен да это уже не лечится но это было излечимо изначально правожелудочковая недостаточность видимо из-за нее развилась легочная гипертензия ранее это было излечимо если не будешь временно заниматься делами шиноби то сможешь более или менее восстановиться хотя редко встречается данная фигня самостоятельно но возможно у тебя был врожденный порог кто твой повелитель арачимару один из санинов а ну понятно опять это же миюка он недавно предал своего напарника по некоторым миссиям и вышел из их организации короче потом объясню сейчас я перемещу тебя кое-куда не пугайся тебе все объяснят пока не думаешь что это опасно его техники не он нам должен сам сказал так что ничего страшного немного погодя мы нашли эти долбаные цветы несколько штук где-то семь восемь только я собирался подойти к ним и сорвать его корня как услышал подожди наруто забыла гендицу давай лучше я а ты сможешь меня освободить если что-то пойдет не так но я не хочу подвергать тебе опасности как бы я доверяюсь тебе в мою сторону прилетела яркая улыбка ладно умеешь убеждать амена аккуратно вырвала один из цветков из земли после чего вокруг нее образовалось большое количество темной я бы даже сказал черной чакры я стоял позади наблюдая готовясь помочь в любое время черт черт нет перед ней появились несколько силуэтов анбу шиноби ноунеймы монстры какие-то и все стояли возле моего окровавленного тела над всеми ними парила какая-то сущность в капюшоне развейся развейся ее лицо покрылось потом и слезами значит ее самый страшный кошмар моя смерть интересненько надо было покончить с этим я подошел к амена стиль ветра вакуумное уничтожение все иллюзии погрузились в мой вакуум и растворились в нем ты я не могу рассмотреть твои страхи шинчурики девятихвостого потому что у меня их нет надоело мне всю жизнь бояться всю жизнь я опасался всех теперь у меня нет страха есть лишь цель защитить своих друзей генджи тут такого уровня на мне не сработает наруто курама я выбросил огромный поток чакры с помощью курамы в эту злую сущность и она испарилась я подал руку амена чтобы помочь ей подняться я я тоже не хочу тебя потерять эй как ты идем домой да снова в мою сторону прилетела яркая улыбка полное счастье ты и вправду курама доложил обстановку домой ребята все объяснили нашему новому другу всю дорогу мы вдвоем шли молча просто улыбаясь и идя рядом с друг с другом все же интересно что за сущность это была ни в одной книге о ней не упоминали даже она тебе ни почем нару хватит меня смущать тобое в ответ я услышал только хихиканье метат и был просто в восторге от нашего успеха конечно хирузен прочухал все ибо объяснить то кто принес такие редкие цветы невозможно а единственный человек который мог слать всех нахер и выходить из деревни когда ему вздумается минуя барьеры и тупых охранников у ворот это я ну старик 3 не данзо так что он был только рад в этом я ему по крайней мере благодарен позже даже какаши пришел на наш полигон чтобы поздравить меня с успехом принес мне вкусняшки всякие эти двое уже знали что я в курсе насчет своих родителей но были только рады клон наконец-то смог рассеяться предварительно обматерив меня мол столько дней он страдал от рутины в академии а также предупредил что послезавтра выпускной надеюсь что мы будем в одной команде наруто нет я хотел тебя попросить и о чем да ты останешься учиться на полноценного ниндю медика да и так я буду уверен что с тобой ничего не случится ибо в команду в одну нас все равно не распределят я уверен а насчет боевого опыта не переживай я тебя лично так натренирую что передохнуть денек для тебя будет раем плюс попрошу кого-нибудь из элиты в кавычках помочь тебе хорошо сделаю все так как ты просишь а потом эй ты куда смотришь эй она повернула мою голову от проходящей мимо девушки что я же все видела умереть еще до начала первой официальной миссии захотел я посмотрел ей в глаза своими красными зрачками со своей злобной улыбкой демона ты что специально меня спровоцировал манипулятор хренов ага усмехнулся я идем перекусим чего-нибудь ну вот и наступил тот самый день сдал я экзамен на генина с полным покерфейсом на лице некоторые удивились ведь я всегда показывала себя дурачком и пофигистом с худшими результатами амина узумаки также с легкостью прошла экзамен ну так может мне на бумажке и 12 лет на самом деле ведь уже было где-то 14-15 я не помню иногда забывая сколько мне находясь дома я все больше узнавал о кимимаро что мы должны вернуться в убежище змея и забрать его младшего брата я разумеется согласился однако мы вдвоем точно не сможем его победить даже с хорошей подмогой у нас нет никаких шансов поэтому я отправлю весточку одному старому знакомому который знает рачимару вдоль и поперек попросим у него помощи думаю он не откажется спасибо большое это многое для меня значит пока на следующий день я ждал распределения по командам с амена весь класс прощался так будто на войну ее провожают я сидел вдали и молча ловил ее улыбки в свою сторону ко мне прилетела маленькая птица марионетка с весточкой я согласен через три дня к обеду у границы стран огня и в рисовых полей нас будет двое заебись подумал я и приказал курами поделиться вестью с ребятами дома но это были еще не все хорошие новости на сегодня я услышал что моим командиром был назначен хатаки какаши человек с которым я недавно более или менее сдружился да и он был счастлив за своей глупой маской все-таки я сын его учителя да и выручил его разок он мне как-то на тренировке говорил что у него четыре стихии а моя основная ветер та самая что у него не выходит намекая мол если будем тиммейтами по любому задницу надерем всем мы познакомились с нашим сенсеем и тот попросил каждого из нас чего мы желаем или хотим достичь разумеется начали блин с меня ну узумаки наруто я да мне нравится не важно мечты да вроде нет целей ну защищать близких мне людей в принципе все видимо с последней фразы хатаки прям прослезился ибо только один признак может выдавать то что этот масочник улыбается долбаный единственный закрытый глаз я харона сакура люблю посмотрела она в сторону саски ну цель стать отличной куновичи ханохи ух чиха саски мало что люблю точнее почти ничего не люблю мечты для слабаков моя единственная цель убить одного человека и возродить мой клан да да что то припоминаю видимо убить имеет ввиду он брата ладно ребятки завтра устраиваем экзамен на выживание не завтракайте приходите к девяти бай бай хотя бы ворчурную кошку не упомянул какаши исчез фуншини а я вышел из класса но я был клоном а мой оригинал уже ждал сэнсэя на выходе что то хотел наруто да мне нужно уйти из деревни где то на неделю нужно выдвигаться уже сегодня оставлю клона если вдруг развеется пришлю нового разрешите а у меня есть выбор ты ведь все равно по своему сделаешь усмехнулся какаши одним глазом это да но считайте что это в знак уважения к вам ясненько миссия или сбор трав позже расскажу нужно помочь другу и это экстренная ситуация окей бывай какаши исчез где то день по времени я провел дома общался с друзьями объяснял кимимара суть его болезни к сожалению она была уже в запоздалой стадии приходилось держать его на таблетках чтобы хоть как то снизить легочную гипертензию отеки на ногах набухание вен спадали если все принималось по графику кашель с кровью тоже пропадал все же проблема была в том что в малом кругу его кровообращение было повышено давление от чего сосуды питающие легкие повреждались и их проницаемость увеличивалась вследствие чего прожилки крови попадали в легкое а сама кровь недолжным образом насыщалась кислородом ну грубо говоря хреново повыпендривался знаниями короче говоря попрощался с Амена хотя она не сомневалась во мне да и пара тройка клонов мои были неподалеку всегда я все равно получил подзатыльник так же я решил оставить кимимара у себя дома до тех пор пока следую в страну рисовых полей ибо нельзя ему перенапрягаться в физическом плане болезнь может взять вверх вдруг эээээ тэло там или еще что да и останавливаться каждые полкилометра тоже не хотелось как только я дошел до местного назначения я призвал Хана и кимимара сессори самуя тоже прибыл ёпта мать с тобой что у Чихо Итачи? завопил я даааааааааа что да нет просто заинтересован как бы Итачи кинул в мою сторону легкую улыбку подъебщика В общем, план убежища. Арачимару обычно находится либо в корпусе А, основные локации для экспериментов, либо в Б, комнату отдыха и его трофеев. Но судя по графику, убежище он покинет уже послезавтра, пояснял мне Кимимару. — Значит, надо заложить бомбу либо на А, либо на Б, — дополнил я. — Не думаю, этим займутся твои друзья, а мы трое пойдём искать моего брата. Его обычно держат в этом подземелье, комнату нужную я знаю. — Ну, каков план, малец? — спросил меня Сосори сама. — Ну, спасти его младшего брата, по возможности убить Арачимару. Вроде всё. — Да, план хорош, только подробностей мало. Ладно, идём. Как оказалось, в нужном нам местоположении Джуга не было. Мы стали искать каждую из комнат. Ещё, и ещё, и ещё нигде не было. Где же он? — Кимимара. — Этот голос. Голос, который мы слышали, манил нас к выходу этого убежища. — Чёрт. Кажется, это ловушка. Однако выбора у нас нет. Вперёд. — Есть, — ответил мне Кимимара. Мы распахнули огромную дверь и выбежали на улицу, где уже стояла Арачимару. Его помощник — кучка шиноби из деревни Звука, видимо, Джунины, а также Джуга. Весь в страшных метках, корчащийся от боли, лежал на земле. — Убить. — Коротко и ясно приказал Арачимару своим шиноби, напоминающим стриптизёров. Сзади змея появились два силуэта в чёрных плащах. — Идиот. Думал, что такие простые ловушки сработают на нас? Завязалась битва. Мы пытались расправиться с шиноби Звука и некоторыми экспериментами Арачимару. Сосори Самая и Тачи Сан сражались с змеем и его шестёркой. Кимимара будто танцевал, а не сражался. Противники даже задеть его не могли. А если и пытались приблизиться, то их разрывало рёбрами, вырастающими прямо из-под кожи этого чела. Хе-хе. Я создал, кого бы вы думали, теневых клонов и тоже начал раздавать люлей. Стиль воды. Водный дракон. Чё? Он может использовать такие техники, когда воды рядом поблизости нет? Ах. Чё, блин? Никогда не понимал такие удивления со стихией воды. А как тогда другие огонь и молнию используют? Что, пожар поблизости в качестве источника энергии используют? Хрень какая-то. Внезапно Кимимара снова схватил приступ. Боли за грудиной. Кашель с кровью. Чёрт. Я создал вакуумную воронку из ветра вокруг него. Тем самым, все, кто пытался нанести ему урон, начали фаршироваться в моём ветре. К нам подбежал Кабута и начал со мной бой в тайзицу с пользованием чакры скальпеля. В чём мы с Амена неплохо преуспели. Всё же, очкарик был куда опытнее меня, поэтому я еле смог сдерживать его атаки. Попутно, краем глаза, я впервые увидел Сусана, который использовал Итачи. А также любимое творение Сосори увидел во второй раз куклу третьего Казакаги, которому он так гордился. Чёрт. Такими темпами я проиграю. Хан, у нас нет выбора, давай. Есть. Стиль кипения. Прежде чем получить удар скальпелем по сухожилиям бёдер, я успел покрыть тело кипящим паром и выпустить поток чакры наружу. Однако, Кабута успел задеть меня раньше, но и на этом сюрпризы не кончились, как оказалось. Ещё перед моим ударом он заранее начал залечивать организм, отчего мой стиль кипения не нанёс ему сильных увечий. Вернее, нанёс, но раны стали затягиваться. Остались лишь мелкие, некротизированные пятна. Кабута подходил ко мне ближе и ближе, а я не мог пошевелить правой ногой. Позади него его спину насквозь пробил удлинённую кость. Простите меня, Наруто, Джуга. Видимо, это мой конец. Нет, брат! Под шумок, Итачи использовал меч Тоцука и смог запечатать Арачмару навечно. Джуга начал покрываться странной чакрой и ломать всё направо и налево. После он подошёл ко мне. Двое из Акацуки решили вмешаться, но я их остановил. Джуга, успокойся! Прорвечал я, изменив свой взгляд на Лисий. Моя аура была куда ужасающей, чем у Джуга. Я окутал его своей чакрой, отчего тот потерял сознание на несколько секунд, а его покров из проклятой печати исчез. «Сарачмару покончено?» – спросил я, попутно начиная залечивать свою правую ногу. «С этим да, но в Канохе ещё осталась Анка Митарашик. У неё на шее есть проклятая печать. И думаю, что этот хрен ещё сможет вернуться, пока она жива», – ответил мне кукловод. «Ну, вы, как никто другой, знаете его, Сосори сама, поэтому вам точно можно поверить». «Чёрт! Сегодня я впервые потерял друга». «Самое главное в жизни Шиноби – не свернуть с пути после утраты близкого человека. Принять потерю и сделать так, чтобы больше не было жертв», – подал мне руку Учихо Итачи. «Хан и Исариби материализовались ко мне, и рыбка начала помогать мне залечивать мои раны». «По пути в деревню я смог убедить Джуга остаться со мной. Это было легко, учитывая то, что он понимал, что единственный, кому доверял Кимимара, был я, и его панические атаки были способны в данный момент сдерживать только я и Курама. Около границ Канохи я переместил трёх друзей обратно домой, а Итачи по пути успел поведать мне свою историю». «Наруто, я должен сказать тебе кое-что. Вас с Ханом скоро будут искать ещё усерднее, ведь ты знаешь, планы нашего лидера я тебе рассказывал. Они озадачены тем, что ваши чакры иногда просто невозможно отследить никаким образом. Кажется, они доказываются о другом измерении», – пояснил мне Сосори-сан. «Ясно. Обещаю, что буду осторожен. Благодарю вас двоих за помощь. Если будут для меня поручения, я готов их выполнить». «Хорошо. Удачи, малыш. Оба Кацушника исчезли, а я вернулся в деревню и сразу же направился к Амена». «Понятненько. Жаль». «Прости, что не говорил. Я понимал, что в скором времени это случится. Слишком поздно мы начали его латать. Надеюсь, что я смогу заменить его для Джуга». «Уверена, ты справишься. Все-таки ты...» «Нечто?» «Спасибо. Вот вырасту и создам деревню, где все те, кого презирают, смогут обрести дом». «У тебя же есть такая деревня. Маленькая деревушка», — посмеялась Амена. «Как ты ее назовешь-то?» «Ну, может...» «Эээ...» «Деревня, скрытая в лисе». «Да, глупо звучит, наверное». «По мне так круто». «Да?» «Я тут уклонно узнавал, что у нас завтра миссия Церанга. В первый раз». «Наруто, пожалуйста, будь осторожнее. Прошу тебя». «Да брось. Мы не через такое проходили с тобой, верно?» «Нет, я не об этом. Просто пообещай, что все будет хорошо». «Обещаю». «Даю слово». Чироко улыбнулся я, после чего взял Амена за руку и повел в Чираку. Затем за сладостями. Затем еще раз за сладостями. В общем, все, что было вредно, сегодня было успешно съедено. Мы сидели около нашего полигона, где проводили большую часть времени. Вместе. «Эмм... А ты когда мою руку собираешься отпускать?» «А то, как с больницы вышли, даже кушали, держась». Покраснела она. «Эээ... Прости... Эээ... Черт. Что же это за чувство?» «Тебя что-то беспокоит, малыш?» Спросил меня Курама. «Да что-то не то. Такое чувство, беспокойство, будто этот день... Последний, что ли? Почему? У меня плохое предчувствие». «Просто будь на страже, и я тоже буду. Не переживай, успокаивая меня», сказал Элис. «Амена, что бы ты сделала, если бы это был последний день в твоей жизни?» На следующий день моя команда отправилась в страну Волн. Так как это миссия ранга С, Какаши попросил меня пойти оригиналом. Я, конечно же, согласился. После непродолжительной битвы, Сенсея с одним из мечников Тумана в шею Забазы прилетело три Санбона, и тот упал на землю. «Эээ, Нарту-кун?» «Ты знаешь этого Анбу?» Спросил у меня Какаши. «Нам нужно поговорить, наедине. Жду тебя». Хаку исчез в шуншине вместе с отключенным Забазой. Я объяснил всю ситуацию Какаши и предупредил, что в курсе, что Санбоны не могли его так просто убить, после чего направился на встречу. «Так о чем же ты хотел поговорить?» «У меня есть к тебе предложение. Мы работаем на одну группировку бандитов, но противопоставить им ничего не можем». «Так как их слишком много. Нам приходится выполнять их приказы». «Конечно, мы сами не чистые, если ты понимаешь, о чем я. Но все-таки...» «Так что тебе нужно?» С непониманием спросил я у Ледышки. «Ну, ты сам. Твои техники. Множество клонов. Так у нас явно будет преимущество, и мы сможем одолеть всю банду с легкостью, просив взамен все, что угодно». «Идет. Попрошу тебя тогда жить как человек, а не как кусок дерьма. Думаю, я ясно выразился». «Я понял тебя. Тогда я позову свою команду». «Я доложил Какаши, Сэнсэю, все, что было. На это он одобрил мое предложение. Тазу мы сопроводили домой, сами выдвинулись на базу этого гата. Бандитов было там где-то с полсотни. Но благодаря курами, я смог создать столько же теневых клонов. Плюс, помощь моей команды, стыла и умения Забуза и Хаку. В общем, на фарш мы их всех положили. На изи. Позже Забуза и Хаку попрощались с нами, и мы отправились обратно в Кануху. Пройдя несколько километров, у меня схватилось живот, колюще и боли, будто меня разрывает изнутри. Я упал на землю. «Наруто, что случилось?» Вся команда начала переживать за меня. «Наруто, они смогли найти наш дом. У одного из них Ринеган. Я не смог с тобой связаться. Эти уроды прицепили меня к демонической статуе. Если бы не Хан и Исариби, меня бы излетли. Они смогли положить пару человек, но связь с ними пропала. Видимо, они мертвы. Прости меня, Наруто. Эти отбросы, видимо, ждут, пока ты сам к ним придешь, так как здесь их больше нет». «Не прощу». «Какаши-сэнсэй, уходите в деревню. Я не могу позволить умереть еще и вам всем. Моя кожа полностью покрылась чакрой Биджу. Я был настолько зол. Господи, Наруто, мы не можем тебя бросить. Что бы у тебя ни случилось, мы команда. Мы тебя не оставим». «Впервые я услышал эти слова от выпендрежника номер один, от человека под именем Учиха Саски. Я был просто поражен. Я не верил, что я был кому-то нужен». Из-за деревьев вышли два силуэта. Учиха Тоби с помощью камы призвал несколько трупов. Исариби, Амена, Джуга, Хан. Все лежали у его ног. «Прости, Наруто-кун. Надо было принять наше предложение. И всех этих жертв можно было бы избежать». «Как вы узнали?» «Неужели?» Грубым голосом говорил я, находясь в состоянии шока. «А, ты Ассори?» «Нет, он тебя не предавал». Он уже мертв. Итачи пытается сбежать, но, как у Зуихидан, а также Дейдара, уже преследуют его. Ему не жить. Никто тебя не предавал. «Мы с Пэйном лично нашли твое поселение. Мы сразу догадались, что если годами от тебя и Хана не исходили потоки чакры, это значит лишь одно. Вы в другом измерении. Интересная техника, но жаль, что все дошло до такого». «Не прощу. Убью». «Прости меня, Наруто. Это все, что я могу сделать для тебя под конец», проговорил про себя Хан и открыл свою печать, из которой вырвался пятихвостый Кокуо. И мигом раздавил предпоследнее из двух тел Пэйна. «Чибаку-тэнсэй», проговорил человек с пирсингами по всему лицу, как вдруг меня начало затягивать в какую-то сферу вместе с остальными. Я принял форму из шести хвостов и покрылся костями, затем выстрелил в бомбы хвостатого в дух уродов. Саски пытался уворачиваться, однако под Сакурой земля начала трястись и поднимать ее тело в воздух. Какаши схватил их обоих и отбросил в сторону, отчего его вместе со мной притянуло в сферу и образовался огромный метеорит. До этого момента я успел перенести хотя бы Какаши-сэнсэя в свой мир. «Где я?» Какаши-хатаке. «Ты, Кьюби, а возле тебя...» «Сэнсэй!» «Наруто, сынок!» «Не снимай печать!» Не успел Минато договорить, как в его лицо пролетел кипящий воздух. «Ты еще смеешь называть меня своим сыном, ублюдок?» «Стиль кипения, адское выжигание, стиль воды, водная тюрьма!» «Хоть ты и частичка чакры мертвеца, сдохни навеки!» Какаши, я понимаю твой эмоциональный шок, начал Курама. «Но, Наруто, также можно понять, твой лучший друг и твой учитель испортили ему жизнь!» «Друг, о чем ты?» Я повернул свой взгляд в сторону глаз Какаши и заставил его активировать Шаринган, отчего все мои воспоминания передались ему. «Нет, Обита!» «Так и есть! Он забрал у Наруто единственных друзей и его возлюбленную. Скорее всего, от Сакуры и Саски тоже ничего не осталось. Скажи мне, что ты намерен делать дальше?» «Отомстить!» «За Наруто!» «Я с тобой!» «Хорошо, вперед, Наруто!» «Да...» Из метеорита вырвался Курама с восьмию хвостами, после чего исчез. А на его месте оказался я, покрытый шестью хвостами и какаши. «Действуем по моему плану, Наруто!» приказал мне мой сенсей. Я пошел в лобовую атаку на этих двух уебков, предварительно поделившись чакрой с какаши, увеличив его запасы в пять раз. Увидев на земле трупы Саски и Сакуры, у меня за спиной появился еще седьмой, а затем и восьмой хвост. Паин хотел использовать Шинру Тенсей, но это было бессмысленно. Как я узнал от Курамы, пять путей смогли одолеть мои друзья еще в моем мире, после чего их убили. Этот был последней марионеткой. Я просто вырвал все штыри из его тела с помощью своей чакры одновременно. Бомба хвостатого! Глупо, Наруто! Все уже кончено! Когда произошел взрыв, Тоби материализовался в свое измерение. Однако Какаши использовал Камуи на мне, и я уже очутился там в форме биджу с семью хвостами. Умри! За грехи свои! Бомба хвостатого! Это было полное фиаско. Я сел с рядом с отрубленным телом Тоби напополам. Начал втыкать в него Кунаи. Один, два, четыре, двадцать, пятьдесят. Даже его тело из клеток первого мучительно стонало от боли. Когда сзади меня материализовался Какаши, я вырвал второй шаринган Тоби и пересадил ему с помощью Курамы, даже не спросив согласия. Какаши на такой скорости практически ничего не почувствовал. Только после пересадки он упал на колени. Умри за них всех. Стиль кипения. Я со спокойным тоном сказав это расплавил все тело Тоби до жидкой кровяной консистенции. Даже скелет растворился. Как оказалось, после смерти всех моих родных частички их душ остались в моем мире, поэтому все их способности они передали мне. Мы сидели так еще около получаса молча вдвоем оставшись ни с чем. Только рука какаши на моем плече давала понять, что я все еще не один. Перед нами появился какой-то левитирующий старый пердун с палкой и шарами за спиной. Что? Даже сама смерть хочет от меня больше соков высосать. Аксись, Наруто. Я Хагорома Оцуцуки. Известный как мудрец шести путей. Да в рот я ебал, ты такой Шарбиджу. Моя атака пролетела сквозь него. Не пытайся, я лишь призрак. Все пошло не так, как должно было. Все началось с того, что ты украл эту чертову книгу по гербологии из палаты госпиталя. А у тебя хватает наглости, говорит мне это в лицо, спокойным тоном отвечал я. Наруто, Курама, Какаши, простите за все. Моей целью было рассказать тебе, Наруто, о моем прошлом, о твоей, изменить мир Шиноби. Но, видимо, я опоздал. Так что, это уже не имеет смысла. Но помочь тебе я все же могу. Запоминай. Через какое-то время я спросил, Какаши, вы со мной, Сенсей? В моих мыслях и словах не было никаких эмоций. Какаши это понимал. До конца, Наруто. Старый пердун рассказал нам о луне, на которой живет последний потомок Хамару Оцуцуки, Танэри. Короче, фишка в том, что у него есть странная черепаха. Устройство, с помощью которого можно вернуться в прошлое и все изменить. Моя последняя цель. Мы прибыли в заброшенную деревню клана Оцуцуки. Два человека, потерявших все. За полдня до этого я перенес тела своих друзей в свой мир и похоронил их там же. Амена, Хан, Исариби, Джуга, Кимимара, Саски, Сакура. Вы всегда останетесь в моем сердце. Я не прощаюсь с вами, ибо вы живете в моем мире, в моей деревне. Китсуны Гакуры, но Сато. Как ты и хотела, а? Амена. Я скучаю по тебе. Кураму помог мне выследить Пэйна. Мы знали, что он скрывался недалеко, потому что тела не могли управляться, находясь далеко от того, кто дергает за ниточки. Поэтому, перед тем, как прийти к деревне Оцуцуки, я просто подошел за километр к его убежищу и выстрелил туда бомбы хвостатого. Умри. Мы с Какаши спустились в озеро. Одежда не намокала, однако, вокруг нас стали появляться различные иллюзии. Мы видели мечты друг друга, боль друг друга, потери. Но, как я уже говорил, гендицу такого уровня на меня не действует. С помощью портала мы смогли оказаться прямиком на луне. Нас это ни капли не удивляло. Нам было насрать, глубоко насрать. Мы нашли того самого, Танерио Оцуцуки. Говори, где черепаха? То вы такие, и что вам здесь нужно? Ответ неверный. Я оказался около него и схватил его за шею. Как оказалось, у него даже не было глаз. Я вырвал свой правый глаз и ставил его в глазницу. Какаши не удивился. Он с полуслова понял, что я хочу. Использовав на нем свои два мангёка, он выяснил местоположение черепахи и сообщил мне. После чего я убил Оцуцуки, пробив ему грудь насквозь скальпелем чакры. Мы даже не стали возвращаться обратно на землю. Нам было плевать. Господин Наруто-сама и Какаши-сама, в какое время вы бы хотели отправиться? Встреча с Амрино. Я всё изменю. Вас понял. Отправление после согласия на готовность обоих пассажиров. Ещё минуту мы стояли в раздумьях, как вдруг я услышал голос «Наруто!» Внезапно позади меня открылся портал, откуда вышли несколько силуэтов. Очень неожиданно. Остановись, пока ты не погубил нас всех! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok